Дорогие друзья, всем доброе утро. Вчера сидел с дочкой вечером уже. Все играла, сидела на кровати. Потом резко, за секунду. Стало плохо. Папа, я хочу в туалет. Пошла, посидела. Хочет встать. И уже я понимаю, что у ребенка сил нет. Я взял ее на руки. И вижу, что ребенку плохо. И в этот момент с родителем, родители меня поймут. Происходит Буря вот внутри. Ты держишь ребенка больного на руках. И ты молишься всем богам, чтобы все было хорошо, чтобы помочь ребенку. Ты допускаешь все страшные мысли. А может быть это? Не-не-не-не-не-не, этого не может быть. А может быть это? Не-нет-нет, этого не может быть. Кошмар. Эти чувства. Только родители меня могут понять. Ты в этот момент готов все отдать, но чтобы только ребенок не болел. Потом пытаешься успокоиться. Все хорошо. Ведь чтобы спасти ребенка, надо надеть маску. Сначала себе. Я вот минут сорок держал ее на руках. И молил бога, все будет хорошо, все будет хорошо. Потом пришла жена. Дали активированный уголь. Стали отпаивать водой. Но все равно как-то видно, что ребенку плохо. Но надеюсь, все будет хорошо. И все будет хорошо. Надо всегда верить, что все будет хорошо. И не допускать плохих мыслей. Сегодня такое настроение. Даже и ловить не хочется. Мы встали, как всегда, по будильнику. Приехал на речку. Покидаем минут 30-40, может быть, час. Может быть, что-нибудь мы поймаем. Вода упала. Будет легкий ветер. Сейчас соберем с Настей. И попробуем половить. Ребята на байдарке плывут. Красота. Отловился, когда нет желания ловить, и рыбы не ловятся. Поедем на работу. Позвоним жене, спросим от дочи. Поехали работать. Сейчас приехали на Синопскую набережную, 52 в Хай-парк. Приехал на работу после рыбалки. Попил чай и тульский пряник. Поехал на паркинг. Там сидел-сидел и уснул. До 11 часов проспал в машине. Сейчас мы на Синопской набережной. Погода. Так себе. Вроде есть солнце. Но тут очень много. И холод. Всем добра. И снова здрасте. Позвонил жене. Слава богу. С дочкой. Все хорошо. Ну так Желан сказал. Хотел сходить в столовую. Покушать. Пришел там очередь. Человек 50. Не стал стоять. Пойду думаю шаверму съем на тарелке. Пришел шаверму на тарелке. Он говорит. Мясо только повесили. Будет через 15-20 минут. Думаю. Не, ждать не буду. Рядом кафешка. Взял два пирожка. Один большой курник. Такой большой-большой. За 89 рублей пирожок. И один сладкий куросан. И чашечку маленького кофе. Ну перекусил. Сейчас нужно поехать в библиотеку. Отдать книжки. Которую я вчера получал. И все. И потом возвращаемся в офис. И будем ждать новых распоряжений. Получили новое задание. Сейчас поедем в центр на Якубовича. Там коллегу подождем. Закончится там совещание. Поедем на Ваську. И с Васьки уже поедем по ЗСД домой. По нашей любимой дороге. Мама сегодня пишет СМС. Что думала, что у нее сломался телефон. Что не работает ни WhatsApp. Ни Instagram. Ни Facebook. Ничего. А это оказывается было во всем мире. Мягче сегодня где-то в 2.21. Как начали сыпаться СМС. У отца потом по всему видно заработало в это время. Вот такие дела. Вот так мы зависимы от социальных сетей. Раньше этого всего не было. Ладно, ждем коллегу и поедем. Да, похоже мы прилипли. Не мы, а я. Потому что приехали на Якубовича. А здесь конституционный суд. Как час это минимум. А может быть и больше. Будем ждать, посидеть. Ничего не поделаешь. Сейчас стою. И напротив машины останавливается такси. Входят два пожилых человека. Бабулька и дедулька. Оба с палочками. Вышли они из машины. И бабулька поправляет дедульке. Шарфик. Капюшончик. Тут кепку. Все. Вот так вот по куртке. Я вот так смотрю. А вот это вот и есть моя мечта. Я хочу дожить с любимым человеком до старости. Чтоб мне так же поправляли капюшон, шарфик. И мы были счастливы. И они так потихоньку, потихоньку, не спеша пошли. Вот уже их и не видно. Смотрите, друзья, какая красота. Стадион. Зенит-арена. Башня. Газпром. Светится. Мост красивый. А я. Еду домой. Освободился. Ура. Шушары, встречай. Ехал домой. Камера на полосу. Ограничение 60. Спасибо. Спасибо. Ну вот, ехал домой. Позвонила мама, что нужно забрать в топливный датчик папе на московском 625. Сейчас заедем, заберем и отвезем мамули с папулей. Ну, а потом домой отдыхать. Подъезжаем. Мы приехали. О! Движку. Пойдем заберем. Все. Получили. По пуле не надо мотаться. Едем домой. Садимся в свой любимый рабочий автомобиль и едем домой. Ну, вот и все. Закончился наш с вами сегодняшний день. Отработали. Работали опять много. Заехали к маме. Отдали папе топливный датчик. Едем домой отдыхать. Всем спасибо, кто был со мной. Кто просмотрел видео. Не бойтесь ставить лайк. Вам за это ничего не будет. Только от меня благодарность. И большое-большое мерси. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мое видео. Всем добра. Любите друг друга. И будьте счастливы. Пока-пока.